Здравствуйте! Меня зовут Александр Баньков и я расскажу о продукте компании Stantegra Norwegian Kelp GP или в переводе норвежская ламинария. По данным Всемирной Организации Здравоохранения около двух миллиардов людей на нашей планете страдают дефицитом йода. Из них треть приходится на детей школьного возраста. Йода-дефицит может приводить к различным заболеваниям щитовидной железы, таким как эндемический зоб, гипотиреоз, кретинизм, отставание в физическом и умственном развитии. Во всем мире 20 миллионов людей страдают от умственной отсталости вследствие дефицита йода. Компания Stantegra предлагает усовершенствованный продукт Norwegian Kelp GP, в состав которой входит норвежская ламинария, бурые водоросли и каждая капсула, каждая таблеточка содержит 150 микрограмм йода органического, природного, который полностью соответствует суточной рекомендуемой дозировки и это является эффективной профилактикой йода-дефицита. Данная формула предназначена для повышения уровня энергии, нормализации обмена веществ, нормализации работы эндокринной системы, она способствует выведению токсических веществ, является эффективной профилактикой опухолевых образований и служит для укрепления иммунитета. Какие есть основные факторы риска развития йода-дефицита? В первую очередь это низкое содержание йода в пище, это дефицит селена. Дело в том, что йод и селен это синергисты и при дефиците селена возникает дефицит йода, а дефицит селена в России составляет от 70 до 100%. Беременность. Во время беременности потребление йода возрастает, и если суточная рекомендуемая дозировка для взрослого человека является 150 мкг, то во время беременности она может быть повышена до 250 мкг, так как ребенку может требоваться до 100 мкг йода. Радиоактивное облучение способствует снижению йода в организме. Половая принадлежность, то есть у женщин дефицит йода встречается гораздо чаще, в сравнении на одного мужчину приходится 7-10 женщин, испытывающих дефицит йода. Курение, алкоголь, прием оральных контрацептивов. Какие показания к применению? Это заболевание щитовидной железы, эндемический зоб, гипотириоз. Это вялость, сонливость, упадок сил, апатия, слабый иммунитет, снижение эластичности кожи, секущиеся волосы, выпадение волос, ломкость ногтей, избыточная масса тела, предменструальный синдром, беременность, кормление ребенка, проживание в эндемичных по йоду регионах. Какие есть противопоказания? Это индивидуальная непереносимость, это диффузный токсический зоб и тиреотоксикоз. Рекомендуется перед приемом данной формулы проконсультироваться со специалистом. Форма выпуска 60 таблеток в банке. Применение 1 таблетка 1 раз в день, забивая стаканом воды. Детям с 6 до 12 лет пол таблетки. Для детей более раннего возраста до 6 лет мы рекомендуем формулу детские витамины Ультивит Китс. В настоящее время заболевание щитовидной железы становится очень распространенным во всем мире и ставится в разряд с такими заболеваниями как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Йод очень важен для детей. При его дефиците они становятся вялыми, малоподвижными, у них ухудшается успеваемость в школе. Йод очень важен для беременных женщин. Недостаток йода в организме беременной женщины повышает риск рождения ребенка с нарушениями физического и умственного развития. Естественным способом профилактики йододефицитных состояний является каждодневное употребление в достаточном количестве йода. И это дозировка 150 микрограмм. Каждая таблетка KELT Norwegian GP содержит 150 микрограмм йода из ламинарии. Данная формула производится на одном из лучших фармацевтических производств Соединенных Штатов Америки, Garden State Nutritional, которая входит в группу компаний VitaQuest и которая полностью соответствует стандартам GMP, Good Manufacturing Practic. Это высший фармацевтический стандарт качества. И данная формула соответствует стандартам американской фармакопии USP. О отзывах данной формулы вы можете прочитать на блоге Santegra Santegra-blog.com Солнце светит всем.